Наш эфир продолжает программа «Час» с Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Прежде чем мы начнем говорить на тему, которую мы с вами обозначили, я хочу поделиться информацией с нашими радиослушателями, потому что была составлена петиция, ну, вы знаете, на веб-сайте Белого дома можно разместить петицию, которая наберет там 100 тысяч голосов, подписи, и тогда Белый дом вынужден будет отреагировать. Так вот, активисты русскоговорящей общины написали такую петицию с целью, ну, во-первых, обратить внимание на некоторые средства массовой информации здесь, в Америке, русскоговорящие средства массовой информации, которые, по-видимому, или предположительно, финансируются из Кремля, и, соответственно, редакционная политика таким образом строится. Ну, и заодно обратить внимание на антиамериканскую направленность, на антипрезидентскую направленность таких известных радиостанций, которые финансируются бюджетом нашим за деньги налогоплательщиков американских, как «Голос Америки» и «Радио Свобода», которые порой ведут, ну, такую антипрезидентскую пропаганду. То есть, либо пересмотреть политику финансирования, либо пересмотреть редакционную политику. Это вот... Так вот, люди спрашивают, где найти эту петицию, как найти, как подписать. На нашем веб-сайте мы поставили линк, там написано «Петиция президенту Трампу на сайте Белого дома». Кликните на него, выходите сразу на веб-сайт Белого дома и можете подписать эту петицию. Если, конечно, вы согласны с содержанием этой петиции, вы прочтете и примете решение. И еще одно. Нам приходится воевать не только с местными, так сказать, леваками, которые по-прежнему пытаются, так сказать, атаковать наших рекламодателей. Ну, вы знаете, это делается на уровне и федеральном, там, «Мовам Додорка» атакует рекламодателей «Факс Ньюз», а тут наши местные атакуют наших рекламодателей, называя нас фашистами, расистами и так далее, и так далее. И, в общем, иногда удается это сделать. Так вот, теперь нам еще приходится воевать и с YouTube. Почему-то прямой эфир пятницы минувшей, в котором была программа «Народная трибуна», была программа Леонова Эйнштейна и была программа Александра Непомнящего из Израиля. Так вот, почему-то эта прямая трансляция, этот ролик заблокирован во всех странах. Я уж не знаю, почему и что уж такого мы там говорили, что во всех странах нужно будет заблокировать. Поэтому возникают разные проблемы, которые мы пытаемся решать. И если вы хотите поддержать нас в этом, мы сделали кнопку «Донейшн» на нашем сайте, и вы можете сделать свое пожертвование, что поможет нам бороться вот с этими атаками всевозможными. Ну, и те, кто откликнулся, откликнулось уже довольно много людей, я еще раз хочу поблагодарить за вашу поддержку и за ваше участие. Спасибо огромное. Ну, а теперь перейдем к докладу Мюллера. Что это, конец главы или конец истории? — Совершенно верно. Я привычно благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Но прежде чем перейти действительно к главной теме, добавлю все-таки от себя по поводу сказанного, что я, не будучи гражданином Соединенных Штатов, не могу эту петицию подписать. Но на самом деле призываю вас подпись поставить. Потому что организации, финансируемые из стран не Соединенных Штатов, они точно не должны рассчитывать на защиту первой поправки. Что касается клеветы, и как мы теперь уже все больше и больше убеждаемся, клеветы абсолютно точной и ничем не оправданной в адрес президента и республиканской партии, то это тоже уже не первая поправка, а именно клевета, и никакие решения Верховного Суда ее покрыть не могут. Поэтому петиции, которые говорил Сергей, это, конечно же, дело очень разумное. Ну, про YouTube мне сложнее. Тут у них, как у всех подобных организаций, почти диктатура. И тут, к сожалению, нельзя ничего угадать, насколько я могу судить. Ну, и петиции, еще раз скажу, это дело очень хорошее. Ну, а теперь, да, то, чего все мы долго ждали, и то, что на самом произошло, в общем-то, то, что и должно было произойти, а именно доклад Мюллера. Ну, пока мы судим о нем только по четырехстраничному письму генпрокурора Барра, но генпрокурор Барра сейчас человек вообще едва ли не самый обсуждаемый. И я думаю, ему стоит поверить. И глядя на это письмо, глядя на то, что предлагает нам генпрокурор, и с чем лично я склонен согласиться, мы видим, что это расследование, оно, по большому счету, смысла не имело. И сам этот институт спецследователей, о чем я тоже говорил и повторяю с удовольствием еще раз, смысла тоже не имел. Но, конечно же, проблем вопросов остается довольно-таки много. Главное то, что, в общем и целом, и Конгресс, и спецслужбы должны были, конечно же, решать все эти проблемы сами. И более того, они это решили, потому что комитет Сената, насколько я помню, да, Сената пришел к выводу, что никакого этого колюжина не было. И там продолжается еще другая работа, но, тем не менее, это, пожалуй, главное, что было. И все истории о вмешательстве российских, как это могут называть, хакеров, кого угодно, это целиком и полностью прерогатива спецслужб. И это все было известно, напоминаю, еще во времена Обамы. То есть абсолютно все, всеми этими вопросами должны были заниматься существующие институты. Должны были заниматься спецслужбы и выявлять и врагов Америки, и как это все работает, но спецслужбы вместо этого увлеклись охотой на Трампа, а никак не своими непосредственными обязанностями, к сожалению. Но Конгресс еще более-менее что-то пытался делать, и его комитеты. Но опять превращать Мюллера в такую загадочную фигуру с прочтением ограниченной власти, этого делать, конечно же, не надо было. Мюллера, ну, в общем и целом, в этой ситуации справился, пожалуй, неплохо, но он себя показал обычным таким крепким бюрократом-юристом. То есть, если учесть, что его команда почти сплошь состояла из демократов и людей, которые, ну, явно были настроены сделать гадость президенту и республиканцам, и раз уж они приходят к выводам, что ничего нет, то это более чем показатель. Но, видите, они оставили такую лазейку, что вот в вопросах препятствия правосудия там вот они не могут ни обвинять, ни оправдывать. Но Бар добавляет, что он не видит смысла для каких-то обвинений. Я, конечно, генеральный прокурор, но я, если честно, тоже не вижу какого бы то ни было смысла в обвинениях, потому что Трамп ничего не сделал, чтобы эти расследования прекратить. А он мог это сделать. Спецследователя никто не увольнял. Хотя он тоже это мог делать. Ну, не напрямую, но тем не менее. И каких-то серьезных запретов на сотрудничество с Мюллером я не припомню тоже, чтобы они исходили из администрации. То есть, как тут можно выдумать препятствия, ну, я, если честно, не знаю. Это уже какая-то болезненная фантазия. Ну, или даже все-таки, наверное, поправлюсь, не фантазия, а вот действительно желание Мюллера какую-то лазейку сохранить для врагов Трампа. То, что результаты этого доклада будут, скорее всего, именно такими, но это стало понятно, наверное, еще в прошлом году. Хотя, помните, я вам говорил о том, что, ну, все-таки, скорее всего, Мюллер попытается каких-то там мелких людей из штаба обвинить, но, видите, и этого не произошло, вообще ни к чему не придраться. Но тут, видите, какая штука, почему было понятно, я тоже об этом говорил, но быстро повторюсь, из таких организаций, как вот эти вот конторы спецследователей, утечка информации происходит обязательно. И если бы что-то было серьезное, мы бы это знали. Более того, глядя на действия людей из, да, это, может, неожиданно, но это критерий, из британского разведсообщества, пусть и бывших, но они там все очень серьезно в этом завязаны. И я как-то все больше и больше убеждался в том, что ничего в докладе не будет, потому что, учитывая все эти мудреные манипуляции Бряннона и компании, британские спецслужбы о Трампе и о том, связывался он с кем-то или нет, знали едва ли не больше, чем американские. Потому что, вы помните, все это было во многом на них свалено. И, учитывая, что и Кемп, которого я часто упоминаю, который работал в Объединенном разведывательном комитете, и Дерлаф тот самый, о котором мы говорили в прошлый раз, но Дерлаф, он там как-то, учитывая, что пресловутый стил был его подчиненным, он какие-то туманные реплики про это досье выдавал, но то, что и какие-то критические высказывания в адрес Трампа, но то, что он ничего не говорил в поддержку этой теории о связях администрации штаба Трампа и, напротив, называл его другом НАТО, это был критерий тоже того, что ничего не получится. Ну вот, ничего и не получилось. И, с одной стороны, здесь самое время, конечно же, облегченно вздохнуть, потому что это такой нарыв. Он вроде бы прорвался, и даже те из нас, кто либо изначально не верил в какие-либо связи, либо постепенно убеждался, что этих связей нет, теперь могут вздохнуть облегченно и сказать, что да, все так и есть, и надо просто укреплять кибербезопасность, чтобы никто не лез из путинской кампании и пытался посягать. Ну, понятно, опять я так на ходу упоминаю, но все-таки упомяну, что да, посягательства были, но на результат выборов, конечно же, это не оказало никакого эффекта, но, тем не менее, любые посягательства надо пресекать. Но опять надо делать все, чтобы не было этого спецследователя, чтобы спецслужбы работали как надо, чтобы комитеты Сената работали дальше. Но вот здесь мы с вами утыкаемся в проблему, а именно, что вообще-то комитетом Сената и Палаты, ну, Палаты сложнее, учитывая их в большинстве, но Сената, надо бы, конечно, теперь заинтересоваться и всей этой сомнительной троицей, потому что Клэпер, Бреннон и Коми, они, конечно, довольно сильно навредили американскому разведсообществу, и надо бы разбираться, как все и происходило. И если действительно доклад Мюллера будет обнародован, то, как совершенно верно указывают консервативные юристы, надо обнародовать и все соответствующие документы, а именно на основе чего принималось решение о слежке, на основе чего были все эти связи, использование контактов британской разведки, да еще контактов сомнительных, как все это происходило, почему люди в ЦРУ, помните, я вам говорил, считают, что Бреннон все это время работал на Путина своими действиями. Все это, конечно же, подлежит рассмотрению и замечание Грэма насчет того, что, ну, читали вы это наверняка, что с Коми, а они еще встретятся, будем надеяться, что имелось в виду встреча именно на заседании комитета. Это все должно быть, потому что теперь трата огромных денег на спецследователя, к счастью, прекращена, и теперь нужны уже нормальные расследования в рамках существующих институтов, прежде всего, конечно же, Конгресса. К чему они приведут, я не знаю, но заниматься этим надо. И заодно надо бы заниматься, конечно же, и историей Клинтонов, и то, что и у них вообще-то связи, конечно, еще какие были с Россией, о чем мы тоже говорили, и Барр тот же самый это озвучивал. Вот этим, конечно же, заняться неплохо бы, и желательно поскорее. Потому что, как мы с вами уже видим, демократы, они, конечно же, не унимаются, и было забавно мне наблюдать, что люди, которые только что клялись, что Мюллер знает все, завтра Мюллер все сделает, завтра Мюллер всем покажет, что если не посадят Трампа-младшего, то там кто-то написал, все, я стираю свой аккаунт в Твиттере. Но, естественно, ничего подобного не произошло. А теперь у них Мюллера уже все отринули. Но теперь у них новая забава, это сложная теория заговора, о том, что Трамп специально назначил Барра, и Барра специально все сделал так, чтобы скрыть информацию. Здесь, видите ли, какая штука, у Кена Старом, которого все вы помните по Клинтоновской истории, у него была хорошая статья на эту тему, как работает спецследователь, потому что он самым был, и как он взаимодействует с прокурором. Так вот, Барра на самом деле имел полное право вообще ничего не говорить. Мюллер не имел права предъявлять обвинение Трампу, мог предъявлять обвинение только кому-то из его окружения. А Барр, получив этот доклад, мог сказать Конгрессу, вы хотите играть в импичмент на здоровье, делайте это сами. Я целиком и полностью считаю, что этот доклад не должен быть вам представлен, потому что вы влезаете туда, куда не надо, происходит смешение нескольких ветвей власти, этого делать нельзя. И Барр имел на это полное право, повторяю. Барр этого не сделал, он, как вы видите, это письмо представил, и будет, судя по всему, и доклад представлять. Более того, известно, что окружение Трампа и сам президент, они очень даже настроены на то, чтобы этот доклад был обнародован. Поэтому теория заговора, она, конечно, трещит Пашева. Более того, Барр, если вы вспомните, он человек, который как раз с разведсообществом тоже связан, он в ЦРУ работал, и к нему придраться, что вот какой-то пришел невесть откуда трампист, никак нельзя. Барр это абсолютно человек, связанный с консервативным движением и с эстеблишментом, это все мы помним. Действительно, как кадровое решение, это находка Трампа и его команда очень удачная. Потому что Барр сейчас вот тот человек, который будет нужен, к нему подобраться очень сложно. Почти безукоризненный, с целым ряде вопросов. Не знаю, как он дальше себя поведет, конечно же. Но вот увидите, начнутся все эти... Очередная ловля блох, начнется очередная катавасия вот с тем самым препятствием, и так далее, и тому подобное. Увы, это будет неизбежно. Но момент есть, и консерваторам, республиканцам, Трампу, всем надо переходить в атаку. Потому что сейчас демократы представлены полностью, как бы вам это сказать, несостоятельной силой. У них есть что? Левая политика полного уничтожения Америки изнутри. Отмена коллегии выборщиков, понижение возраста, разбухание Верховного суда, и плюс зеленый новый курс. И у них есть травля президента, как мы теперь видим, абсолютно ничем не основанная, и являющаясь собой клеветнической компанией. И надо их долбить и дальше, чтобы за эти полтора года добиться полной победы и вернуть большинство в обеих палатах и второй срок Трампа. Сейчас у республиканцев такой шанс есть. И неожиданно им его предоставил как раз Мюллер, которому многие были настроены критически. Так что, возвращаясь к заголовку этого нашего сегмента, глава закрыта, но история еще не написана, не дописана. Но вот кто теперь будет солировать, другой вопрос. Я считаю, должны республиканцы и Трамп, чтобы выигрывать. И здесь я, наверное, умолкну, и Сергею наверняка есть что добавить. Тема такая, что точно есть. Я тоже склонен думать, что республиканцам не следует, так сказать, оставить эту тему и идти дальше. Нет. Ну, во-первых, это нужно стране. Во-первых, нужно понять, каким образом произошло, что спецслужбы сговорились с одной из партий и, по сути дела, устроили такой мирный переворот, чтобы этого впредь никогда больше не повторялось. А для этого нужно докопаться до истины, назвать имена, понять, как все это происходило, чтобы это стало достоянием гласности. Это с юридической точки зрения. С политической точки зрения я понимаю, что богиноголовых никак не переубедить. Они все равно по сей день твердо убеждены, что Трамп папит Путина и Путин посадил его в Белый дом и какие бы факты вы им не привели, на них это никак не повлияет. Я сужу по тем комментариям, которые в соцсетях. Это больные люди, потерянное, так сказать, поколение. Тут все понятно. Есть категории людей, которые неопределившиеся, так называемые, которые, ну, политически не очень активны, но смотрят, там, скажем, CNN, MSNBC, иногда Fox News и поэтому стоят на распути. Я думаю, что для них это будет тоже очень важно, потому что демократы на этом, похоже, не успокоятся. Вы знаете, что шесть комитетов продолжают расследовать, уже если не Калужин, то уже будут расследовать, поскольку нет четкого определения в письме Бара по поводу Abstraction of Justice. Они будут расследовать эту тему, они будут расследовать ходил ли Трамп на горшок в детском саду правильно или неправильно, то есть все, 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 все. Это такой политический ход, чтобы последнее время до выборов эту тему держать, держать напряжение, обливать грязью. Средства массовой информации тоже, похоже, не успокоятся. Ну, как же, они два с лишним года каждый день, каждый день, а некоторые 24 часа в сутки, 7 дней в неделю выпускали на свои экраны политических деятелей, таких как Шиф, таких как Надлер, таких как Сволвелл, и те говорят, у нас есть абсолютные доказательства того, что Трамп колудет с русскими, все вот абсолютные, они не изменят свои политики, эти политики, демократы, никогда не изменятся и не признают свои подлости, ошибки, как хотите это называйте. Я думаю, что было бы справедливо, если бы Шиф подал в отставку, его бы заслужили в комитете Сената, о том, что он выходил и говорит, что у нас есть доказательства, которые подтверждают факт конспирации русских и Трампа. Надо было задать, чтобы он под присягой ответил, ну-ка, брат, покажи нам свои доказательства, а то ты два года выходил и рассказывал народу. То есть, и поэтому с политической точки зрения, я думаю, действительно, Линдзи Грэм должен, так сказать, провести свое расследование. Может быть, прокурору Бару следует посмотреть на роль Обама в этом деле. Сейчас становится, оказывается, становится достоянием гласности факт, что Обама был информирован о том, что спецслужбы шпионят за избирательным штабом президента, кандидата Трампа. Ну, и, во-вторых, все эти обвинения, конечно, ведь вы справедливо заметили, все то, что происходило, то, что делали русские, а то, что, так сказать, они пытались каким-то образом эффективно-неэффективно, это другой вопрос, но это на протяжении 70 лет происходило. Это не вчерашняя, не сегодняшняя история. Просто сегодня изменились условия, так сказать, новые технологии появились, поэтому русские какие-то шаги предпринимали. Но ведь это все происходило при президенте Обаме, при Клэпере, при Брэнноне, при Коми, где были эти уроды, которые, кстати, выходили и обвиняли Трампа в предательстве, что Клэпер, что Брэннон, говорили буквально о предательстве, а предательство у нас карается смертной казнью. Я думаю, что эти люди тоже должны ответить за свои поступки, потому что, когда выходит бывший директор ЦРУ и говорит о том, что я, типа, вот, готов практически сказать, что это пахнет предательством, человек, который знает лучше и больше, чем кто-либо в этой стране, я думаю, что он должен отвечать за свои слова. Чем это закон? Брэннон, это вообще тяжелый случай, и ЦРУ еще долго будет отходить от того, что он там наворотил. Давайте мы сделаем небольшой перерыв в этом месте, поскольку я тут заговорился, а буквально через пару минут вернемся и продолжим. Возвращаемся к беседе с Иваном Денисовым. Телефон в студии 847-400-5200. Сейчас примем звонок, но буквально одно коротенькое замечание. Вы, Иван, там отметили в соцсетях, в Facebook по поводу Майкла Аванетти. Я напомню нашим радиослушателям, такая сладкая парочка потерпевшая, порнозвезда Сторми Дэниелс и ее адвокат, такой пройдоха, парохиндей типичный, Майкл Аванетти. Вы помните, что Сторми Дэниелс вручили ключ от западного Голливуда, мэр города, вручил ей ключ от города, а Майкл Аванетти был в одно время чуть ли не лицом демократической партии и поговаривали о том, что он, возможно, будет участвовать в президентской гонке 2020 года. Ну вот, с ним случилась незадача. Похоже, его арестовали. Да, вроде бы точно арестовали, да еще обвинение, он в вымогательстве, и не у кого-то, а у фирмы Найк, что он там требовал денег, там, выплат, иначе угрожал им судебными какими-то исками и так далее, но человек похож, просто на него смотришь, это, знаете, массовка из гангстерского фильма. Таких персонажей обычно, правда, убивают на пятой минуте, но это как раз лицо демократической партии получается. Потому что одно время он просто не сходил с телеэкранов MSNBC и CNN, он был звездой. Просто вот каждый божий день и демократы аплодировали, вот он, наш кандидат, вот это ваш кандидат, господа демократы. Ну, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Меня не волнует, что будет с теми, кто там высоко. Я думаю, что с ними разберутся. Но я сегодня утром искал некролог нашего антитрамписта. Вы знаете, не нашел. Я не знаю, чего ему для этого не хватает, но обычно люди в Белой Гвардии, когда себя попадали в такие ситуации, они, вы знаете, что делали. Или, может быть, он уже давно соблюдает, не соблюдает первую поправку и дома не имеет оружия. Но это его дело. Ну, прочел бы, прочел бы, даже бы поучаствовал в этом. Это вы про кого говорите? А кого вы всегда называете, Сергей? Ага. Я знаю достаточное количество людей в нашей общине. тот, кто звонит и доказывает и говорит, что вот-вот завтра-завтра, он обязательно вас поставит перед пакетом. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Давайте все-таки перейдем к другим темам. Итак, лидеры Бразилии, Сальвадора и Тайвань укрепляют связи с американскими консерваторами. Вот об этом расскажите нам. Да, жизнь-то она идет и мы видим, что политики побеждают и выходят на первый план правые и это внушает, конечно же, оптимизм и вот три визита за последнюю неделю стали в этом смысле показательными. Но самое главное это, конечно же, Бальсонару и про него я вообще люблю рассказывать, но в последнее время поминал его реже, тут все-таки американские и английские новости немного были для меня интереснее. Но вот Бальсонару прибыл в Штаты и, конечно же, они с Трампом взаимодействовали очень хорошо. Известно, что Бальсонару себя позиционирует как однозначно проамериканский консерватор и произраильский. И да, там на ходу сразу отмечу, что впервые за всю историю в Совете по правам человека Бразилия проголосовала в интересах Израиля. Там против большинства. Это действительно показатель и действительно Бальсонару уже постепенно, но кажется, порядок-то наводит. Его поездка в Штаты, она имела целью прежде всего добиться особого статуса союзника вне НАТО. и с другой стороны, в политике в одну сторону ничего не играет, а американцы, сейчас американское правительство заинтересовано в том, чтобы Бразилия помогала в космических программах на определенных своих территориях, чтобы были космические базы для запуска ракет, спутников и так далее. И судя по первым отзывам, все остались довольны. Бальсонаро, у которого твиттер не менее зажигательный, чем у Трампа, но на португальском там можно переводить, к счастью. Он восторгивает свой визит, восхищается Америкой и своей поездкой. Трамп, вы знаете, сказал, что да, Бразилия будет главным союзником вне НАТО, а дальше кто знает. И вообще-то Бразилия имеет действительно полное право в НАТО войти, если я правильно помню географию, то Атлантический океан там все-таки рядом, поэтому в этом смысле я думаю, если Бразилия вступит, то это будет хороший сигнал и для остальных южноамериканских стран, где еще не все в порядке с правильным ориентиром на Вашингтон, для них это тоже будет уроком. И как я понимаю, договоренность о помощи бразильцев в космической программе, она тоже достигнута. К тому же, естественно, обсуждаются вопросы с Венесуэлой, так как бразильцы заинтересованы в том, чтобы от кубинского влияния и от Мадуро, надо тоже, да еще и от пророссийского, как мы помним, надо избавляться. Я бы еще заметил тоже интересный момент, Бальсонару сделал еще одно, установил такое достижение, он первый бразильский лидер, который побывал в ЦРУ, и обозначил тоже свою симпатию к этой организации. Но мы, да, в связи с Бряннаном, частенько, даже я, при всей своей симпатии, крадет сообщество, туда стрелы посыла, но тут вообще интересная история, я коротко напомню, что есть такая популярная в левых краях легенда, что ЦРУ и Госдепартамент, они устроили переворот 64-го года, когда был свергнут левый заведомо президент Гулард и пришел генерал Бранко, тем более, что в это время был дипломатической миссией в Бразилии Уернан Уолтерс, такой колоритнейший персонаж, дипломат и действительно разведчик, но он был связан тогда скорее с военной разведкой и Бранко, так получилось, они вместе участвовали во Второй мировой, были бразильские части, и Бранко воевал на стороне естественно союзников, поэтому там есть действительно какие-то пересечения, но и Уолтерс и все остальные специалисты по Южной Америке говорят, что если бразильские военные, хоть кто-то бы узнал об участии ЦРУ, то никакого бы переворота не было бы, потому что для них на тот момент главное было спасение Бразилии от коммунизма и любое участие посторонних, пусть даже американцев, оно бы помешало. Американцы на самом деле, точнее либеральный госдепартамент имени Кеннеди Джонсона, они-то как раз тогда чуть было все не испортили, потому что после переворота послали делегацию к военному министру Коста и Сильве и стали ему читать нотации о том, как себя вести, чтобы не нарушать права коммунистов и так далее. Коста и Сильва сказали, мы только что сделали все, чтобы Бразилия не стала новой Кубой, и это ваша благодарность, и был на самом деле прав. Но вот я эту историю привел не только потому, чтобы сказать, что вот все легенды о том, что якобы спецслужбы американские участвовали во всех переворотах, но еще и к тому, что действительно мешать бразильским правам ни в коем случае нельзя. И то, что Бальсонару с Трампом действительно такое хорошее взаимодействие, и то, что взаимодействие на уровне космических программ, бизнеса, ну и даже спецслужб, оно должно быть, и естественно, ни в коем случае не надо пытаться посягать на политику Бальсонару, которая консервативная, нацелена, вы помните, вам даже рассказывал, на высвобождение образования от левого крена, тут, кстати, тоже пересечение, если успеем поговорим, не успеем в следующий раз с Америкой, но как бы то ни было, с Бальсонару надо сотрудничать. Следующий визит примерно из того же региона, но уже поближе к Соединенным Штатам, это Букеле, Найб Букеле, новоизбранный президент Сальвадора. Вообще, Букеле человек такой очень своеобразный, и с ним очень много вопросов. Во-первых, непонятно даже его происхождение, потому что, вы понимаете, Найб Букеле, это, мягко говоря, не латиноамериканское имя, и он родом из палестинских арабов есть такая диаспора. А вот что касается его веры, здесь большие вопросы, потому что в разных источниках указывается разное. Кто-то пишет, что он из христиан арабских, кто-то, что он вообще-то из семьи имама. Я не знаю, что и как. Поэтому просто вам говорю обе существующие версии. Кроме того, известно, что он в Израиль ездил и нацелен как раз на сотрудничество с Израилем, что, вы сами понимаете, уже большой плюс в его пользу. С его взглядами тоже сложно. Он начинал в левой партии, сейчас переместился вправо, но что нам важно, это то, что, поехав в Соединенные Штаты, он поехал не просто налаживать контакты, он поехал выступать в Херитадж. Это тот самый Херитадж, который, да, самый главный консервативный мозговой центр и самый главный центр, оказывающий влияние на политику президента Трампа. Вы помните, ну, на всякий случай, еще раз напомню, что самый большой процент выполненных рекомендаций даже больше, чем у Рейгана. Это Трамп и его администрация. И Буккелли поехал именно туда, выступил с речью и дал интервью правому ресурсу Daily Signal, где он указал основные направления, это, естественно, на сотрудничество с штатами, но при этом сотрудничество такое, он хочет отказаться постепенно от американской помощи финансовой, что очень разумно для обеих стран, кстати, и сделать упор на торговые отношения, что тоже вызывает уважение. Кроме того, его цель борьба с коррупцией и полное уничтожение сальвадорских банд, а сальвадорские банды это те, которые лезут и в Штаты, и демократы их любят гораздо больше, чем их любит президент Сальвадора, я имею в виду банды, потому что он их хочет уничтожить, а Пелоси и компания хотят, чтобы они голосовали на выборы, да, ну, как бы то ни было. По мнению Букеля, именно его борьба с преступностью, с коррупцией и вот постепенный отказ от американской помощи, финансовый и переход на торговые отношения приведут еще и к тому, что прекратится иммиграция, и здесь, как вы видите, он тоже солидарен с консерваторами. Получится или нет, я не знаю, но программа, прямо скажем, многообещающая. Она, конечно же, вряд ли вызовет одобрение у демократов, потому что, видите, Букеля нацелен на борьбу с иммиграцией при этом путем улучшения ситуации внутри страны демократам, наверное, это не очень по душе, но какое нам дело в данном случае до демократов, нам, я думаю, надо пожелать Букеле успеха. И третий лидер, который, ну, он еще не совсем лидер, все-таки здесь мы говорили о президентах Бальсонаро и Букеле, и сходу также заметим, что чем больше южноамериканских и центральноамериканских лидеров сотрудничают с администрацией, с консерваторами, тем, конечно же, лучше, потому что социализм это Венесуэла, и мы видим, к чему это привело, а капитализм это Чили, будем надеяться, Бразилия и Сальвадор. Правда, теперь вы видите, социализм у нас пытаются реанимировать Берни с Почеглаской, ну, это да, это прискорбный момент. Ну, возвращаемся к гостям, и третий лидер, на которого я бы хотел ваше внимание обратить, он, правда, еще не глава государства, но он мэр Тайбэ, столица Тайваня, да, без Тайваня, вы знаете, не мог бы обойтись, а Ковенье, его сейчас называют главным кандидатом на победу, главным претендентом на победу на будущих выборах президентов Тайваня. Сейчас президент Тайваня представляет левоцентрическую демократически прогрессивную партию, на последних выборах большого успеха добился более правый Гаминьдан, Ковенье он себя позиционирует независимым, но его последние действия, его последние поездки, они явно указывают на то, что он заинтересован в сотрудничестве именно с правоконсервативными силами, потому что он ездил в Израиль совсем недавно, и там заявил, что и как мэр он нацелен на большее сотрудничество с Израилем, и если будет президентом, то тоже он это сотрудничество продолжит. И теперь он отправился в Соединенные Штаты, и здесь, как и Букеле, поехал он не куда-нибудь, а в Heritage. в его программе правда, было несколько мест, но он естественно общался с азиатскими американцами, и то, что он представил свою программу, свой взгляд в Heritage, но это хороший повод, потому что вот этот демократ азиатского происхождения Янг, он может составить не самое лучшее впечатление об американцах азиатского происхождения, но вот Ко Винье, он, как видите, больше заинтересован в сотрудничестве с консерваторами. Ну, речь его была скорее нацелена на вот эти вот сложные отношения США, Китая, Тайваня, и он как-то с острых углов постарался избежать, конечно же, чтобы не призывать вроде к прямой конфронтации Америки с материком, но важно, что он подчеркнул для Тайваня, для Америки сотрудничество важно именно потому, что страны, которых интересует развитие экономики, рынок, демократия, свобода слова и все, что с этим связано, здесь у Тайваня и Соединенных Штатов пересечений гораздо больше. И, конечно же, Соединенным Штатам надо ориентироваться именно на Тайвань. Станет ли Кованье президентом посмотрим, но этот его визит ему, насколько я могу судить, очки-то принес, как его визиты в Израиль политические. И об этом писали в тайваньской прессе англоязычной особенно довольно много. И американцы, естественно, консерваторы тоже, вы знаете, давние связи с Тайванем, они его визитом остались довольны. Так что видите, к чему все это приводит, что стянание демократов и либералов, что якобы Трамп уничтожает связи, и консерваторы становятся изоляционистами, и уничтожают все связи с союзниками, это абсолютная выдумка, миф, легенда, но при этом миф еще и опасный, потому что многие в него верят. Наоборот, выстраивается гораздо более сейчас крепкая система, да, Европа подводит, но это проблема Европы, а не Соединенных Штатов, и все-таки будем надеяться, что после Брексита из Британии будет более крепкая связь, да еще если премьеры поменяют, но то, что вполне себе в духе давних традиций чуть ли не президента Монро укрепляются контакты в Южной Америке, и в духе программы крепости Америка, Гувера и Тафта еще прошлого века в Азии, прежде всего, с Тайванем, но это указывает на то, что наоборот происходит именно нежелание заигрывать с потенциальными врагами, как это было при Абаме и с Ираном, например, а укрепление связи с традиционными союзниками, продвижение консервативных идей, и все это делает нынешняя администрация, за что ей большое спасибо. И времени остается совсем мало, я поэтому буквально в двух словах еще добавлю, уж, наверное, не будем до следующего раза оставлять, что напомню новую инициативу Трампа по признанию суверенитета голландских Израиля над Голландами, то, о чем многие говорили и Тед Круз, и поминаемый мной сегодня Ричард Кемп писал, британские ветераны и вооруженных сил и разведки, что просто необходимо уже в интересах, кстати говоря, мира передавать Израилю, признавать, вернее, кто передавать, это израильская территория, признавать израильский суверенитет, это уже сделано. Я считаю, что иудеи и самареи тоже должны желательно в президентство Трампа быть признаны частью Израиля, потому что нет никакого западного берега, есть иудеи и самареи, и они должны быть израильскими. И это тоже укрепление контактов теперь уже с израильскими союзниками, и шаг, чтобы не визжали левые и проарабские СМИ к миру на самом деле, потому что отдавать Сирии и Голланды это самоубийство, это полная катастрофа. И чтобы уже совсем на сегодня мне закончить, важный шаг еще и тот, что президент, возвращаясь в Америку, наконец-то взялся из-за, как он и обещал, кстати, в своей речи на СИПЭК, взялся из-за университета, и тот самый указ о том, что будут отказаны в грантах университетам, где не соблюдается свобода слова, где нарушаются права определенных групп, людей, представляющих определенные взгляды, но все мы понимаем, что речь идет о консерваторах, потому что их терроризируют, все это указывает на то, что вообще-то неделя была удачной, и, как-то помню, в прошлый раз мы закончили на скорее на пессимистической ноте, но вот сегодня, я думаю, можно сказать, что сейчас Трамп и консерваторы побеждают, и дай-то Бог это и продолжится, ну, если Сергей что-то добавит или не согласится, вот здесь передам ему слово. Вы упомянули СИПЭК, я, кстати, вспомнил, что именно в пятницу я говорил о СИПЭК, о том, что кандидаты в президенты от демократической партии это мероприятие пропускают, что вообще нетрадиционно, потому что все... А, это уже СИПЭК. Ой, простите, СИПЭК. СИПЭК, наверное, в следующий раз поговорим, он только сейчас идет, поэтому... Ну, вот, я... Простите, так вот я про СИПЭК говорил, я у меня вдруг... Вы заговорили про СИПЭК, и я вспомнил, что я говорил про СИПЭК, о том, что кандидаты от демократов это мероприятие пропускают, что вообще как бы неожиданно довольно, но тем не менее лидеры Конгресса туда обязательно побегут, и Пелоси, и Шумер, и я сказал о том, что при том, что евреи составляют 2% населения Соединенных Штатов Америки, но денег на избирательную кампанию, они выделяют примерно 25% от всех собранных денег, ну, и как вы понимаете, большинство идет в копилку демократической партии до сегодняшнего дня, я не знаю, повлияет ли на еврейских избирателей явная антисемитская направленность Конгресса, не знаю, поживем, посмотрим, но, так сказать, может быть, поэтому заблокировали наш прямой эфир в Ютьюбе, может быть, не знаю, да, и по поводу того, что демократы не успокоятся из средств массовой информации, MSNBC, Джои Ридт вообще обвинила Мюллера в связи с Трампом, в колужин с Трампом, и что задача Мюллера сводилась к тому, чтобы ковер-ап сделать, чтобы как бы скрыть преступление Трампа. Теперь, да, он теперь злодей. Зато какое было зрелище, когда Рэйчел Мэддал чуть не плакала от горя. Это было приятно. То есть, а да, ну, картинка, если наблюдать за этими людьми, вот то, что произошло 9 ноября 16-го года. Да, Трамп, СМИ 2.0, можно сказать. У них взрывается мозг, они в истерике бьются, как же им 2 года обещали калужин и вдруг на тебе нету. Жалко мне их порой становятся бедные, бедные. Иван, огромное спасибо. Спасибо вам. До встречи. До встречи. До свидания. В следующий раз.